Впервые о создании двухмоторных истребителей начали говорить еще в годы Первой мировой войны. Аргументация сторонников такой схемы заключалась в том, что такой самолет будет обладать большей живучестью, к тому же на нем будет гораздо удобнее разместить мощное наступательное вооружение, находящееся в передней части фюзеляжа, не прибегая для этого к снижению темпа стрельбы и синхронизации. Здравствуйте, друзья! Вы на канале Time to Upgrade. В этом видео мы рассмотрим американский тяжелый двухмоторный истребитель времен Второй мировой войны P-38 Lightning. Многоцелевой истребитель P-38 Lightning отличался от всех самолетов той поры своим необычным внешним видом. Эта машина, спроектированная в США в конце 30-х годов инженерами компании Lockheed, представляла собой истребитель Monoplan с двумя хвостовыми фюзеляжами-балками, на которых было установлено горизонтальное и двухкилевое вертикальное оперение и центральная гондола, в которой располагалась кабина летчика и носовое пулеметно-пушечное вооружение, а также передняя стойка шасси. Стоит отметить, что это был первый в мире истребитель с носовой стойкой шасси. 27 января 1939 года прототип самолета впервые поднялся в небо. Двумя неделями позже ему удалось перелететь весь континент всего с двумя посадками для дозаправки топливом. Однако в итоге при посадке в Митчелфилд машина была разбита. После проведения многочисленных доработок самолет был принят на вооружение в августе 1941 года. Всего за время производства с 1940 по 1945 год было выпущено чуть более 10 тысяч истребителей П-38 различных модификаций. Сегодня мало кому известно, что свое звучное название Lightning самолет получил не сразу. Первыми его так назвали англичане, и лишь после этого оно закрепилось в качестве официального в американских ВВС. Первоначально американцы рассчитывали назвать самолет Атланта, а с легкой руки одного из английских пилотов за самолетом закрепилось его имя, с которым он и вошел в историю – Lightning, что с английского переводится как «молния». Во время Второй мировой войны данный истребитель стал по-настоящему многоцелевым. Союзники использовали его в качестве истребителя-сопровождения, истребителя-перехватчика, истребителя-бомбардировщика, самолета-лидера и разведывательной машины. Отдельные экземпляры Lightning были по-настоящему уникальны. К примеру, существовали машины, предназначенные для постановки дымовых завес и даже для эвакуации раненых в специальном подвесном контейнере. Немцы назвали истребитель П-38 «вилохвостым дьяволом». Созданный в США двухдвигательный истребитель П-38 являлся цельнометаллическим. Его обшивка на 100% крепилась клепкой в потай. Он стал первым в мире принятым на вооружение истребителем с турбокомпрессором и гидроусилителями в системе управления. На момент своего создания это был самый скоростной и дальний истребитель во всем мире. Данное качество позволили машине отлично проявить себя на Тихоокеанском театре военных действий. Наряду с этим оборотной стороной инновационности самолета стали его эксплуатационные проблемы в войсках, а неудовлетворительная организация снабжения не позволила самолету в полной мере реализовать весь заложенный в нем потенциал. Силовая установка истребителя была представлена двумя V-образными двигателями Allison мощностью до 1475 л.с. Любопытно, что винты двигателей вращались в разные стороны для того, чтобы уменьшить турбулентность потока над хвостовым оперением. В хвостовых балках самолета были расположены системы двигателей. Нагнетатель в полуутопленном состоянии размещался вровень с передней кромкой крыла истребителя. В выступающих позади крыла воздухозаборниках находились радиаторы охлаждения двигателя. Крыло истребителя представляло собой полностью свободно несущую конструкцию, которая состояла из двух консолей центроплана и двух законцовок. Металлическая наружная обшивка крыла через определенные промежутки подкреплялась внутренней гофрированной обшивкой. Передние кромки крыла содержали топливные баки емкостью по 235 литров каждый. Главные топливные емкости самолета по 340 литров каждый находились позади лонжерона в центроплане вместе с резервными баками по 227 литров, установленными впереди главного лонжерона. Внутренний запас топлива на борту составлял 1605 литров. Дополнительно к этому самолет мог нести два 568-литровых или 1135-литровых сбрасываемых топливных бака. Фюзеляжная гондола содержала кабину пилота, радиооборудование и вооружение. Фонарь кабины пилота состоял из двух прозрачных скользящих по направляющим бортовых панелей, оптически плоского пулестойкого крыла и откидывающейся назад сбрасываемой верхней панели. Бронирование кабины пилота включало бронеплиты на передней перегородке, внизу и сзади его кресла. Радиооборудование монтировалось в задней части кабины истребителя. Балки фюзеляжа состояли из силовых установок, которые располагались впереди главного лонжерона, передней секции, присоединенной к крылу, и задней секции, которая содержала воздухозаборники и радиаторы охлаждения. Хвостовое оперение самолета имело два руля поворота и вертикальных киля. Главные стойки шасси истребителя располагались под турбокомпрессорами в передних секциях балок и убирались назад, а передняя стойка шасси находилась в передней части фюзеляжной гондолы сразу же за отсеком вооружения и убиралась в гондолу также назад. Все стойки шасси достаточно плотно закрывались гладкими створками, не выступающими в поток воздуха. Всё стрелковое вооружение самолета размещалось в его носовой части. Такой подход позволил конструкторам исключить использование синхронизаторов для стрельбы через винт. 20-мм пушка располагалась в центре, ниже крупнокалиберных пулемётов. Четыре пулемёта калибра 12,7 мм находились один позади другого. Таким образом решалась проблема размещения боеприпасов, подачи патронов и выброса стрелянных гильз. Истребители П-38 Lightning широко применялись в ВВС США в годы Второй мировой войны, особенно активно на Тихом океане, а также Китайско-Берманско-Индийском театре военных действий. На юго-западном Тихоокеанском театре боевых действий эти самолёты прослужили основным истребителем дальнего действия практически до окончания войны, пока в армию не поступило достаточное количество одномоторных П-51 «Мустанг». Стоит отметить, что именно на П-38 Lightning летали двое самых результативных лётчиков-истребителей в истории военно-американской авиации. Томас Магуайр – 38 сбитых самолётов. И Ричард Аэробонг – 40 сбитых самолётов. Также на этом самолёте летал автор «Маленького принца» известный французский писатель Антуан де Сент-Экзепери, который погиб в полёте над Средиземным морем летом 1944 года. Предположительно, его самолёт был сбит немецким истребителем БФ-109. Есть на счету истребителей П-38 и очень дерзкая операция по ликвидации прославленного японского адмирала Ямамото. 17 апреля 1943 года над одним из островов в Тихом океане 18 истребителей Lightning атаковали и сбили бомбардировщик Г-4М, на котором летел известный адмирал, а также истребители Зеро из состава его прикрытия. В результате этой атаки адмирал погиб. Для японского императорского флота это была невосполнимая потеря. За годы Второй мировой войны ни один истребитель П-38 Lightning не был поставлен в Советский Союз по ленд-лизу, хотя СССР и сделал соответствующий запрос. Все истребители данного типа, которые в итоге оказались в нашей стране, были подобраны после совершения вынужденных посадок на территории Восточной Европы. Но и там данные истребители были большой редкостью. Из 162 самолетов-союзников, которые советские войска обнаружили на освобожденных ими территориях к середине мая 45-го года, имелся всего один П-38. В действительности их, конечно, было больше, но не на много, да и их состояние оставляло желать лучшего. К примеру, один такой истребитель совершил вынужденную посадку в Надькериш под Будапештом в январе 1945 года. Истребитель с надписью Pride of Jane занимался сопровождением бомбардировщиков, но был подбит противником и с убранным шасси приземлился на покрытое талом снегом поле. При посадке капоты моторов смялись, а винты погнулись. Летчик не страдал и был эвакуирован с места падения команды специалистов из состава Советской 5-й воздушной армии. Подобный случай был не единственным. Однако привести в состояние летной готовности в СССР смогли всего один самолет P-38. Данный истребитель принимал участие в челночных операциях американских бомбардировщиков с баз на Украине. Машина совершила вынужденную посадку и была брошена. Это был истребитель модификации P-38L-1 с надписью на борту «Блэки». Некоторое время данный самолет принадлежал 173-му полку истребителей дальнего радиуса действия, который был вооружен американскими самолетами Douglas A-20G, переоборудованными в тяжелые истребители. При этом на лендинге выполнялись исключительно учебные полеты. Изначально данный полк базировался под Минском, но потом перелетел в Польшу. Лишь после войны самолет был передан в НИИ ВВС для проведения всесторонних испытаний. Друзья, для нас очень важно знать, что вам нравится или наоборот не нравятся наши видео, поэтому мы просим вас оставлять свои мысли в комментариях. А если вы хотите поддержать наш проект, тогда подписывайтесь на наш канал. На этом у нас все. Спасибо, что посмотрели этот ролик до конца.